Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня 17 июля 2022 года, и Ян Варустемов приехал в гости в хозяйство к Василию Пятибратов. Вот сам Василий. Василий, добрый день. Хозяйство Василия находится в поселке Кимин. Орловка Киминская. Орловка Киминская область, да, или в городе Кимин. В городе Кимин. Это возле Бишкека. И сегодня мы хотим показать, как делают, как называется, купирование хвоста вот у такого дорпера, мальчика, да, девочка, которая от роду сколько дней? Трое суток. И всю эту процедуру будет проводить профессиональный ветеринар-зоотехник Оксана, как Ваша фамилия? Холодова. Холодова, Оксана, Холодова заканчивала аграрный... Кыргызский аграрный университет. Университет, факультет ветеринарной медицины. С отличием она закончила его в каком-то году. В 2002-м. В 2002-м. В 2002-м и 20 лет у Вас стажа. И вот этими препаратами, покажите, что у Вас из препаратов. Лимоксин. Это лимоксин. Сидимин для чего используется? Это антибиотик. Антибиотик, ага. Мы будем прижигать хвостик. Ага. Вольфазоль для того, чтобы отпугивать мух. Отпугивать мух, ага. И сидимин. Сидимин. Сидимин для чего? Чтобы не было беломышечной болезни. Беломышечная болезнь. Так, вы сейчас будете делать уколы, да, еще? Сначала укол, потом... Так. Для начала вы стерилизуете свои руки и одеваете перчатки. Покажите перчатки. Угу. Так. Все, начинайте всю процедуру. А так, сначала взвесим, может быть? Взвешивать будем? Да, взвешиваем. Так, сколько ему дней? Трое суток. Так, ноль. Считаем ноль. Итак, ноль. Трое суток. Порода Дорфер. А Василия, откуда прибыла в каком году? Маточное поголовье. Они прибыли из Австралии. Прямо из Австралии самолет? Да, из Австралии прилетели самолетом. Так. Грубо 5,5. Это уже наше поколение. Все, 5,5, 3 дня. Рожденный сколько он был? 3 900. 3 950. 3 950 получается. И сейчас 5,5. 500 грамм в сутки прибавка идет. Да, грубо, да. 450 грамм. Все, можно вот это убирать. Кстати, со мной ассистенты дарпироводы Акрама Ибрагимов и Рашид Маров. Это село Восток. Это Александровка. Также управляющий компаньон этой компании. Как зовут? Сергей. Сергей. Это Василий получается компаньон, да? Это компаньон и мой заместитель. Ну все, давайте, приступайте, Оксана. Давайте вот здесь, вот здесь. Как обычно. Так, сколько миллиграмм набираем? Два кубика. Два кубика мы набираем? Сединина. Сединина. Так, куда и как делаем муку? Показывай. Вот. Получается, два пальца. Через 10 дней повтор. Это ватка со спиртом, да? Ну как обычно. Да, это... Так, сколько Вы сейчас граммов? Два кубика. Два кубика сделаем. Два кубика. Далее. Это у Вас салфетка. Салфетка. Мы убираем каловые массы. Каловые массы. У кого-то есть они, у кого-то нету. Всяко бывает. Стань, девонька. Кстати, помогает во всем этом сотрудник этой компании по имени Роман. Вот он, Роман, сам живет в Быстровке тоже, правильно? Да. Сколько лет уже работаете тут? Здесь год. А до этого связаны были с овцеводством или... Нет. Я надеваю резиночку. Так, резиночку. На два часа для того, чтобы не было кровотечения. Резинка прямо под основание, да? Прямо под основание, да. Немножко оттягиваю кожу, чтобы когда отрезали хвостик, кожа отошла обратно и закрыла суставной хрящ. Кожу оттягиваете на себя, да? Нет, туда. А туда, чтобы она там осталась, у спины. У спины. Сколько примерно оборотов резинки? Я смотрю по состоянию, какая резиночка. Так, вот отделы резинки. Прямо у основания, да, она сейчас стоит? Так, сколько вы оставляете позвонков? Три. Три позвонка. Смотрим, чтобы закрыть. Минутку, минутку, я сейчас посмотрю. Раз, два. На третьем она держит палец. Так, чтобы прикрыть полового органа. Нет. А, полового органа. Почему? Потому что... У девочек три оставляется позвонка. Почему? Потому что когда созревает ежа, иногда она попадает. Поэтому надо прикрыть. А у мальчиков сколько? Так, это ножницы, профессиональный секатор, да? Секатор. А, елки. Так, на третьем позвонке. Все отрезали. Да, жесткая. Так, теперь это спрей. Да. Лимоксин. Лимоксин или чеми-спрей. Обрабатываем. Типа зеленки получается. Ну, да. Только животным зеленкам нельзя использовать. А, зеленки животным нельзя. Это лимоксин. И после него? Вальфазоль. 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 Он имеет деготь в составе. Да. Так, покажите эту вальфазоль еще раз. Вальфазоль, ага. Вы чувствуете запах? Да. Но он отпугивает мух. Все? Все. Через два часа мы снимем. Резинку снимаем через два часа. Резинка задерживает кровотечение, правильно? Мы ее не снимаем, мы ее вот, ну, щипчиками обыкновенными срезаем. А, понял, понял. Она на то, как круга сидит. Видите, кровь не капает, ничего. Понял. За счет того, что резинка передавила сосуд. Да, да. А когда мы снимем, уже все здесь, уже образуется тромб и уже кровотечения не будет. Угу. Так это во что за ножницы вот эти сейчас вылетают? Это щипчики обыкновенными. Это для чего используется? Для снятия резинки. Ага. А вообще это используется для педикюра ногтей. Понял. Все, понял, понял. Видите, просто он подходит вот так вот аккуратно и все. А, понял, понял. Чтобы менее болезненно. Так, тем, кому уже сделали. Все это можно убирать, да? Да. Кому уже сделали, покажи одну. День, два назад, три дня назад. Мы ее выпустили, да? Нет, вчера, да, Мария? Так, вот. Вчера. Через день вот так все заживает, все уже. И вот здесь резинки уже нет. Нету, нету. Кровотечения нету. И вот такая получается красота. У мальчиков сколько позвонков оставляем у мальчиков? Можно два. Два, да? У девочек три. Три. Это уже дискриминация. Мужчина меньше. Можете два. Можете так же три оставить. Это мальчик, да? Нет, это тоже девочка. Тоже девочка. Просто для того, чтобы прикрыть половой орган. Понял, понял. Василий, для контактов оставьте, пожалуйста, свой номер телефона. Плюс 996. 702. 702. 001.013. 001.013. С Австралии вы завозили на самолетах авиадоставка в 2020 году, да? Да, в 2020 году. Какое маточное поголовье было? 87 голов было маток и 17 голов было 5 коров. Ясно. Ну все. Удачи вашему хозяйству. Процветание. Субтитры создавал DimaTorzok